всем привет доброе утро утро я начинаю таким образом что стою и с недавних пор я закрываю жалюте потому что у нас витраган такой что выдувает все тепло поэтому сплю в ночи и не понимаю день наступил уже или ночь наступил вот но надо закрывать потому что холодно иду открывать жалюзи они немного такие туговатые это физическая сила сутрица но потом смотрю что там у нас на солнце снег дождь снега конечно у нас не бывает но все-таки а вдруг на горе там иногда бывает нет сегодня нормальная погода немного облачков нормально в общем потом я иду открывать своего чуть так как ветер и холодно я его закрываю полотенцем чтобы ему там было тепло потому что говорят что для канареек очень важен чтобы не было сквозняков и ветров как видите чувствует он себя замечательно даже поет все утром вот но только как я достаю камеру он замолкает не знаю почему смотрю если у него вода и да потом опять смотрю на погоду вот моя птичка маленький такой хорошенький ну а на улице как видите небольшая облачность с прояснениями так скажем но в принципе нормально ветер так не сильный но есть небольшой потом переходим к завтраку за завтрак у меня сегодня вкусный вкусный птичье молоко которое я сделала вчера на ночь обожаю готовить поэтому выдумываю для себя любимой все что только не угодно делаю себе кофейный напиток кладу полтора ложки сахара кипяточка молочка и отрезаю себе кусочек вкуснейшего тортика он такой получился нежный такой вкусный ням-ням-ням а мочке прям какие ням-ням-ням нямочки посмотрите он свалился бывает прям в сахарницу пришлось потом ее мыть вот но это не главное главное что я вам показала кипяточку полугу в 0 блюм в 0 блум люблю 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 размешаем сахарочек и будет вкусненько молочко обязательно вообще там написано на баночке что нужно с молоком делать нос мог чисто с молоком как-то не очень и пробуем тортик смотрите на мое выражение все понятно да без слов я могу завтракать соленым сладким горьким нет потому что не люблю но вот тортиком позавтракать а почему бы и нет как вкусно обалдеть он такой нежный обалдеть подруга посоветовала вот так вот и живем то подруга готовит то я готовлю у меня идея у нас короче очень много ням ням няшечки какие ням ням няшечки смотрите райское наслаждение не баунти конечно но все таки короче мир я встала я проснулась всем доброго утра мы тут гуляем как всегда как вам мое утро пишите в комментариях понравилось вам или нет я вчера весь вечер вы наверное могли бы заметить с этой какой-то подписчице не подписчица как она подписчится так ну какая-то не регистрирует с подружкой переписывалась залетная может не залетная может она моя постоянная хрен его знают ну какая то вы наверное в комментариях там начала писать я конечно все понимаю а вот писала бы она там и писала все нормально там критика не критика но сейчас открываю комментарий гляжу там она уже начала как говорится посылать всех кругом ты кто такая вообще чтобы моих подписчиков посылать ты вообще кто такая своего мужа посылай маму с папой посылай они знакомых тебе людей никогда нельзя не не то что посылать а даже криво смотреть воспитанная где воспитанность вообще где воспитанностью людей тыкать начала сразу ты не воспитанная такая а ты а ты я ни разу не сказала ни на ты ничего плохого начала там круче знаете я с такими людьми мне интересно пообщаться в том плане что меня они развлекают ну как клоуны в цирке да вот я их знаете вот так вот иногда вот специально специально их вот так вот раз расковыриваю чтобы провоцирую можно да я такая плохая я провоцирую людей на вот такие вот чарли бы на ки бы на ки омбре вот ну говорю все было нормально все хорошо пока вот сейчас захожу а там такое ну короче я ее в бан за отправила я вчера не предупредила говорю все будет нормально будет нормально будешь как говорится понты свои эти в бан у меня мои подписчики нормально адекватные люди которых я очень люблю уважаю нравится мне с ними общаться а вот это вот как говорю можете писать там что хотите там что там я толстая морщинистая бор с бородавками мне по барабану да ну когда начинают других людей просто как-то куда-то посылать там вот сами идите вот я не знаю в чем не на одеться сейчас хожу вот так жарко курточку то на теплая такая вот и жарко ветер подует холодно чего надевать не знаю даже вот проблема сейчас у нас ветер прям холодный ледяной а на солнце жара шарфик на дело потому что без него как-то не очень чем дурдом на выезде пойду посмотрю может жилетку какой у меня есть одна меховая но в меховой тоже их как-то хоть другая желтая желтая совсем не подходит у меня вот так очень не знаю может какую-нибудь жилетку увижу сейчас пойдем с вами по магазинам так что по магазин так друзья это намек что ли я не пойму повесили уже дед мороза трех королей а у меня ничего нету как это так все надо на этим заняться очень странно примор закрыт половина открыт план закрыт смотрите у нас мало того что повесили огоньки надо сюда вечером как-нибудь прийти музыка звучит в общем создается настроение новогодние поэтому надо точно украшать все завтра этим займусь так что друзья подписывайтесь на мой канал на youtube и будет не будет украшение больше открыто так прикольненько когда музыка звучит я магазин все для дома пришла и смотрите здесь даже есть вот такой вот фигня чтобы сыр делать представляете 5 евро стоит надо же я ищу кружку такой секс для муки вот вот такую терку взяла потому что я это терка пользуюсь только для того чтобы потереть морковку ну или помидоры муж так тоже трет чтобы для на завтрак поэтому мне кажется вот этой терке нам будет более чем достаточно а вот кружка что-то я никак не найду кстати здесь так нормально народу лежу кружусь кружусь и не пойму куда мне надо идти смотрите какая я красивая если приобрела новогодние маски раз настроение идет нам сами его как говорится делаем как вам мне кажется она мне очень к лицу кстати у нас такой погода изменилась что пришлось курточку то и застегнуть и прохладненько стало меня еще есть там 2 в комплекте шли красота в комплекте еще была вот такая масочка тоже неплохая новогодняя эй крис ми пришел новый год мужу в лиддале вот такую штуку купила ну штуку это как не знаю как это назвать чарль уже обожрал обожрался своих печенья и поэтому он не ждет такая серенькая с кармашком на это под свитера все такое очень что-то 6 евро стоило что чуть забыл чарль купить ходил ходила кружку зато себе наконец-то купил в китайский зашла и кружку-то нашла для муки потом форм круглых не было шатан машину не знаю вот такая вот сейчас попробую пойдет не пойдет и вот для фруктов купила вот такую штуку потому что у меня была вот она вся видите уже уставшие и окисляется в общем как бы не очень уже хотя выбрасывать жалко еще купила творог один light другой обычный буду делать на днях этот пэпэшные эклеры с творожным кремом господи не вспомнишь в общем как-то так будет вкусненько засниму очень вкусный рецепт из приправ нашла только кури кари кури кари как его назвать мне нужен был еще я с приправами по-русски вообще не бенеме потому что я вообще ими не пользовалась в россии особо поэтому чтобы перевести это и запомнить трудно селиандру это кинза сушеные семечки от кинзы сушеный о тут я замутила вот как-то так не купила потому что в лидоле почему-то не оказалось но на днях надо будет меркодону поехать потому что чарли остался без чуть и как бы надо ему купить чуть сейчас попробовавшую эту машину давайте вместе с вами прикольненько даже мне кажется это удобнее так круглая обычно я на себя только готовлю вот всякие вот эти вот блюда а здесь удобно смотрите они даже с крышечками видите три крышечки что даже очень прикольненько круто мы уже наверное два месяца может быть даже уже больше у нас закрыты границы скажем так с другими городами то есть мы можем тут ходить у себя в городе но не можем переезжать куда-то вот я например ну в солобрению это соседний город я могу поехать по работе и мне уже так хочется съездить в гранаду в торговый центр невада просто жесть помните я раньше каждый понедельник почти моталась а сейчас уже не знаю больше по моему двух месяцов мы не можем туда никак поехать потому что у нас эти праздники долбанутые помимо рождества и всего вот у нас сейчас праздники как вчера была конституция которую перенесли выходной на сегодня завтра у нас еще один праздник будет какой-то святой они какой-то а даже знаю в честь преображения девы марии температуры мере 36 1 вот то есть у нас завтра тоже праздник и вот чтобы люди в эти про у нас получается суббота воскресенье понедельник вторник четыре дня выходных и чтобы люди не переезжали туда-сюда на выходных не тусовались между городами не разносили весь вырос нас просто почти всю практически всю испанию вот так вот города закрыли то есть нельзя между городами перемещаться там пару городов есть которые открыты но у них это то же самое что и закрыты потому что они не могут въезжать в другой в соседний город в общем мы закрыты и вот так яду надеюсь что до 10 числа вот это вот у нас было закрыты все города я надеюсь что 10 на недельку потому что до 20 где-то да на недельку дней на десять может быть нас откроют и я может быть смогу в следующий понедельник я надеюсь на это поехать в гранату я себе присмотрела ботинки хочу ботинки сейчас такие вот в моде знаете с такой подошвы крупной но силиконовой и они как бы светлые я у себя в городе смотрела но у нас очень мало обувных магазинов не знаю почему вот и есть обувные магазины но они очень дорогие такие вы знаете я не люблю покупать обувь на века как говорят там марка это на века я не люблю покупать обувь она и так у меня не изнашивается обувь даже если ты купишь за 30 евро или за 25 то это обувь просто не износится потому что здесь во первых климат такой нормальный вторых дождей нет в общем обувь пожизненно можно носить если я и выбрасываю и только не потому что что она мне порвалась или что-то потому что просто надоели немного у меня знаете сколько коробок наверное мне трое сапог есть кожаные хорошие но я их не ношу потому что как бы на улице 19 градусов сахапогаха хотя люди ходят у меня много разных ботинок которые вот лежат уже просто выбросить жалко но к чему я хочу я хочу на шопинг торговый центр большой отпустите меня гималай а там по фейсбуку были представляете полиция стала прямо в есть в выезде из этого торгового центра и штрафовала просто всех подряд кто туда ездил вот в этот торговый центр 7 100 километров тут 40 минут и я там вот и просто они на выезде штрафовали всех подряд кто туда ездил да и вообще но если запрещено я законопослушный человек я я вообще правдолюб законопослушная не люблю нарушать законы вот если сказали так значит так я наверное китаянка в китае тогда вот сказали маски не даже не сопротивлялись но здесь же все сопротивляются там он я купил новогодний очень рада вот и я вот такая вот правдолюбка вот если сказали нельзя значит нельзя вот хотя я как частный предприниматель могу поехать и сказать полиции что я приехала там есть пару магазинов профессиональных для парикмахеров купить какой-нибудь лак и сказать я приехала сюда вот за лаком и все мне ничего не сделают не имеют права но это будет в обход закона я так не люблю потому что надо подавать пример знаете мы живем в обществе вот и поэтому как бы если хочу я своими законами по своим законам жить как бы говорить как надо жить то это уходить надо в лес и там командовать я так мне так кажется кто то если кто то кому то кажется по-другому то ради бога вот я надеюсь что нас до 10 числа у нас вот это вот и 10 потому что у нас в испании сейчас довольно таки хорошая ситуация мне кажется самое лучшее по всей европе у нас вчера по всей испании не буду говорить за всю испании не буду вообще и говорить в общем ситуация у нас хорошая сейчас все нормально стабилизуется вот потому что благодаря вот что у нас там рестораны были закрыты пару недель там все такое в общем нормально пока все и будем держать клочки и может я себе могу поехать на шопинг и куплю себе ботинки моей мечты потому что в нашем городе их не могу найти нету какие-то знаете прошлогодние бабушкины продаются да да ты хочешь дома сидеть мама поедет в это в неваду да да что-то он сегодня особо ласковый сегодня уже раз 15 вот так вот прибегал ко мне целоваться ваши собаки тоже так целуются этот какой-то у меня клиенты даже знаете иногда вот смотрят на него зная его характер говорят мы не верим что он ласковый я говорю ну самый ласковый пёс в мире я знаете что встала батарейка садится пойду подзаряжу немножечко и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сегодня, а сегодня я пойду масочку смывать кремиками мазаться Чичевичный суп варится очень быстро не включил чайник? включила поэтому всего вам самого на лучшего завтра должно быть интересно подписывайтесь на мой youtube канал и жду от вас комментариев И всего самого лучшего. Всем пока-пока!